С 12 августа в России вводится обязательная маркировка меховых изделий. Это значит, что продавать шубы без чипов будет запрещено. Готовы ли предприниматели к нововведениям и что в итоге выиграет потребитель, разбиралась Виктория Рыжих. Григорий в меховом бизнесе 15 лет. В лучшие времена было несколько салонов. В кризис остался один. Говорит, новый закон о чипировании непонятен и не проработан. Сейчас платим в принципе так же таможню официально. Мы не знаем этих людей, кто этим занимается. То есть это так называемая карга. Мы платим официально в долларах, допустим, 15 долларов за килограмм за шубу. То есть если их обяжут, то есть введение этих чипов, ну, платить какие-то деньги, да, то есть, соответственно, таможня вырастает в разы. То есть, ну, например, я даже не знаю, сколько она будет стоить, может, там 100 долларов или 50 долларов за килограмм. По оценкам экспертов, доля серых товаров на рынке меховых изделий России составляет от 70 до 80 процентов. Однако до сих пор не ясен сам механизм, кто и где будет ставить метки. По словам собственников меховых салонов, оборудование для чипирования стоит от 100 до 400 тысяч рублей. Соответственно, вырастет и цена от 5 до 50 процентов. Законотворцы уверяют, в сведении маркировки покупатели шуб и дубленок будут, наконец, избавлены от контрафакта. Продавцы не столь оптимистичны в прогнозах. Плюсы никакого не будут выиграть, только крупные игроки. Они уже пришли, они здесь уже на рынке, в принципе, есть. И мелких будут давить просто и все. И уже формировать цену будет такую, какая им нужна. Аферисты уже развернули свою деятельность перед вступлением в силу нового закона. А еще в апреле по торговым точкам стали ходить так называемые распространители чипов. И предлагали купить метки и оборудование за базнословные деньги. Запрет на продажу меховых изделий без чипов должен был вступить в силу еще 1 апреля. Сейчас, когда остается 4 дня до нового срока, процедуру так и не отладили. Виктория Рыжих, Вадим Антипов, Новости ОТС.